Со смешанными чувствами тоски и надежды София смотрела на раскинувшиеся перед ней пейзажи Вальдорча, где темно-бурые склоны холмов сменялись долиной, за ней другой, и багряное, словно подсвеченное закатом небо, казалось, затаило дыхание. В долине над пейзажем, словно страшно, часах мрачно возвышалась одинокая вершина горы Амиата, а между тем золотисто-алые виноградники и дубовые рощицы, словно с каким-то вызовом, пылающие яркими красками в последние минуты заката, лишь усугубили жажду Софии вернуть все то, что было ими утрачено. Все ближе надвигалась зима, но София продолжала тосковать по тем, подернутым дымкой летним ночам, когда, лежа рядом с ним на сене, любуясь светлячками и попивая прямо из бутылки красное вино, она лениво шевелила пальчиками босых ног. Прежде она очень любила эти минуты неуловимого перехода, когда всего на несколько мгновений весь мир вдруг преображался, становился словно подернутым некой волшебной дымкой, казался зачарованным, нереальным, как обожала им минуты между сном и явью, когда ни сон, ни яв не могли заявить о своих правах на нее. В такие минуты можно было представить себе, что они продолжают идти вдвоем, рука об руку, среди слегка припорошенных пылью оливковых рощ, продолжают строить фантастические планы на будущее, им даже в голову не приходит, какие испытания ждут их впереди. Вечер неспешно превращался в черную ночь, которая сочилась в ее маленькую гостиную, и София с такой силой захлопнула скрипучие ставни, что затряслась рама окна. Закрыв и само окно, она повернулась и оглядела комнату. Присев перед камином, подбросила еще полено в огонь, и, уловив крепкий, приятно бодрящий аромат сигары, Лоренцо оглянулась. Он сидел на обитом синим бархатом диване, и у ног его сопели обе собаки. В такие минуты, когда в доме совсем тихо, совсем темно, к ней снова возвращались ее страхи. От пляшущих языков пламени по стенам комнаты метались тени, живые в своей чудовищной уродливости. Тени прыгали чуть ли не до потолка, но как только пламя сникало, съеживались и они. Но женщина видела их отражение в его спокойных серых глазах. Софии трудно было понять, о чем он сейчас думает, что чувствует. Глаза его были печальны, да, но в этой печали сквозило нечто новое. Он похлопал по дивану рядом с собой. Она потянулась и уютно пристроилась к нему. Обеими руками он с двух сторон запустил. Субтитры создавал DimaTorzok